В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Закладка первого бетона на взлетно-посадочной полосе. В Сарове идет реконструкция аэропорта. Увеличение лимита суммы ущерба и появление QR-кода в законе об ОСАГО произошли изменения. Самый добрый праздник лета, 1 июня, весь мир отмечает День защиты детей. Далее расскажем обо всем подробно. Начались заключительные работы по реконструкции Саровского аэропорта. В торжественной церемонии закладки первого бетона на взлетно-посадочной полосе приняли участие представители госкорпорации «Росатом», руководство ядерного центра и первые лица города. Работу по реконструкции планируют завершить к концу 2019 года. История Саровского аэродрома начинается с апреля 1946 года. Именно тогда был осуществлен первый рейс «Москва-объект». С 1978-го были организованы пассажирские перевозки в Москву и обратно. Сначала ежедневно и потом два раза в неделю. В 90-х годах рейсы остановили. О возрождении аэродрома заговорили в 2012-м. Спустя 4 года реконструкция летного поля и возобновление пассажирского авиасообщения вошли в меморандум. Полная реконструкция стратегически важного для Сарова объекта началась весной этого года. Тот комплекс вопросов, который на сегодняшний день решается здесь, в Сарове, имеет отраслевое, федеральное значение. И мы очень рады тому, что дан старт окончательным финишным работам по реконструкции нашего аэродрома. В торжественной церемонии закладки первого бетона на взлетно-посадочной полосе приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации «Росатома» Иван Каменских, руководство ядерного центра и первые лица города. Согласно намеченным планам, реконструкция будет проходить в два этапа. Первым этапом это реконструкция аэродрома в интересах федерального ядерного центра по программам с применением тяжелой авиационной техники. После реконструкции аэродрома есть планы доведения аэродрома до норм годности гражданской авиации при соответствующем финансировании. И планируется организация пассажирских рейсов регионального значения. Ну, в начальном этапе, наверное, это Москва-Нижний Новгород. Работы идут точно по графику. И если ничего не изменится, то реконструкция завершится к концу 2019 года. Еще около полутора-двух лет понадобится для того, чтобы запустить здесь гражданские перевозки. Но при условии, что будет решен ряд вопросов, касающихся закрытости нашего города, и при наличии финансирования. В настоящее время на строительной площадке работают 250 специалистов. Используется около 200 единиц техники. Вся работа выполняется силами саровчан, за исключением двух пунктов. Небольшой объем работ – это специализированные конторы с Нижнего, которые занимаются переработкой старых полос. Пришлось демонтировать старую полосу гидромолотами и специальной машиной перемалывать ее, дробить. И, конечно, основной еще подрядчик, которого мы привлекли – это специализированные конторы, которые занимались укладкой финишного покрытия бетона и в Шереметьево, и в Домодедово. На первый этап реконструкции с федерального бюджета выделили 600 миллионов рублей. Планом предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 километра, перроны для стоянки самолетов и 8 зданий. Командно-диспетчерского пункта – здание для прилетающих экипажей и служебных пассажиров, в котором будут расположены залы прилета и отлета, помещения досмотра, служебные и технические помещения. 1 июня в России вступили в силу несколько важных изменений в законодательстве. Касаются они поведения пассажиров на борту самолетов, работы присяжных заседателей в районных судах и запрета на использование сим-карт без паспортных данных. Коснулись изменения и закона об ОСАГО. Подробности далее. В силу вступили изменения, которые касаются так называемого европротокола – система оформления аварии без вызова инспекторов ГИБДД, а конкретно сумму ущерба, которая покрывает такой протокол. С 1 июня увеличиваются лимиты выплат по ОСАГО относительно европротокола. Если сейчас они составляют 50 тысяч, то с 1 июня они увеличатся до 100 тысяч рублей. Власти уверены, что этой суммы хватит на ремонт автомобилей в большинстве мелких аварий. Авторы изменений в законе об ОСАГО надеются, что водители будут чаще пользоваться европротоколом. Это позволит значительно снизить нагрузку сотрудников ГИБДД и ускорить процесс оформления аварии. Еще одно изменение коснется самого бланка ОСАГО. На нем появится QR-код. QR-код содержит в себе информацию о номере бланка, который выдается клиенту, о названии страховой компании. Также в нем могут содержаться данные о ВИН-номере автомобиля, госрегистрационном знаке. До 30 июня страховые компании вправе выдавать клиентам бланки старого образца, а сам QR-код будет наноситься на полис во время печати договора ОСАГО. Тем же, у кого страховка еще не закончилась, не стоит переживать. Менять документ старого образца на новый не придется. Все оригинальные полисы будут действительны до конца срока действия. Саровчанину присвоили звание заслуженный ветеран Нижегородской области. Торжественная церемония присвоения звания прошла в Нижнем Новгороде 31 мая. Главными героями праздника стали 22 ветерана, в числе которых и саровчанин Анатолий Веселовский. Анатолий Васильевич – ветеран Ядерного центра. Уряд Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ряда других наград и премий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент России ответит на вопросы жителей. Во время прямой линии с Владимиром Путиным будет использован новый формат. Президент будет связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, если потребуется в прямом эфире задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта в ответ на обращение или просьбу граждан. Бесплатный номер телефона Единого центра обработки сообщений для звонков по России – 8 800 200 40 40. Вопросы по СМС и ММС можно отправлять на телефон 0 40 40. Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнется 7 июня в 12 часов по Москве. Саровчан приглашают принять участие в субботнике. Желающих помочь подготовить храм царственных страстотерпцев к освящению ждут 2 июня в 11 часов утра. Мужчин просят помочь в уборке территории, женщин помыть окна и полы. О своем участии можно сообщить по телефону плюс 7 950 602 30 02. Во дворце детского творчества началось предварительное формирование списков групп на новый учебный год. Запись организована в холле первого этажа. Она продлится в течение всего лета. В начале сентября в ДДТ пройдут дни открытых дверей. Родители заполнят документы, встретятся с педагогами и запишут расписание занятий. Более подробная информация на сайте ddt.sarov.ru и по телефону 952 32. Первый день лета вызывает на лицах всех школьников улыбки, потому что начинаются самые длинные и теплые каникулы. Но 1 июня примечательно не только этим. В этот день жители многих стран отмечают один из самых добрых праздников – Международный день защиты детей. И проводят для юного поколения различные концерты и развлекательные программы. Даже в праздничный день педагоги и воспитанники пришкольного лагеря «Дружба» не отступают от правил и проводят учебную эвакуацию. Без суета и паники, соблюдая нормативы, дети и сотрудники отходят на безопасное расстояние от школы. По возвращении ребят ждал концерт, который подготовили их старшие товарищи. Артем Серов уже второй раз выступает на сцене перед младшими классами. И считает Международный день защиты детей одним из самых светлых и веселых праздников. В этот день говорят о правах детей, интересах и их увлечениях. Катя Торопова тоже когда-то сидела в зрительном зале и с восторгом смотрела на сцену. Теперь она сама артистка и уже десятки любопытных детских глаз глядят на нее. Для юных зрителей Катя исполнила свою любимую песню из мюзикла «Баллада о маленьком сердце». Это песня из известного мюзикла. Она рассказывает о дружбе, о любви детей, об исполнении их мечт и всего самого лучшего. Кульминацией праздника стала конкурсная программа. Ребята активно включились в интерактивную игру и с удовольствием демонстрировали ведущему свою смекалку и эрудицию. Детство – это такая пора веселая, беззаботная. Это действительно праздник. Когда дети уходят с детства, это всегда грустно немножко. Поэтому праздник должен оставаться праздником. Праздник для детей продолжился в творческих мастерских. В мастерилке они делали аппликации сказочных рыб. В музыкальной шкатулке пели и танцевали. Юные художники студии изобразительного искусства своими рисунками на асфальте добавили в этот день ярких красок. Одно мороженое хорошо, а целый цех лучше. В День защиты детей ребята из лагеря Искорка получили уникальную возможность своими глазами увидеть, что происходит с любимым лакомством перед тем, как оно появляется на прилавках магазинов. О том, что нового узнали воспитанники Дворца детского творчества и какой сюрприз для них подготовили сотрудники мороженого цеха, расскажем в следующем репортаже. Что может быть лучше, чем в День защиты детей отправиться в цех по производству мороженого и своими глазами увидеть, как любимое лакомство приобретает конечную форму, глазируется и попадает в упаковку. Для ребят из пришкольного лагеря Дворца детского творчества провели экскурсию по основным цехам и показали весь процесс производства мороженого. Показывали, значит, изготовление шоколадного мороженого по полкилограмма, а также штучного мороженого, шоколадный батончик. Ребята с удивлением наблюдали, как из огромной емкости любимое лакомство в буквальном смысле вытекает в упаковке, отправляется в камеру шоковой заморозки и через час готова к отправке в магазины и кафе. Кульминацией экскурсии стала производственная линия, на которой сотрудницы цеха мороженого окунают шоколадные батончики в глазурь и отправляют на упаковку. Когда окунают в шоколад, детям может быть всегда интересно. По окончании экскурсии ребят из Дворца детского творчества ждал приятный сюрприз. Каждый из них получил порцию вкусного, только что сделанного шоколадного батончика. В этот момент педагоги сошлись во мнении, день защиты детей у ребят начался удачно. Еще один праздник, который отметил весь мир – День без табака. Впервые он был провозглашен в 1988 году. Сегодня, в этот день, во многих городах мира проходят различные конкурсы и акции. В нашем городе в рамках праздника клуб волонтеров «Инсайт» совместно с клубом «Игромания» провели фотокросс, в котором приняли участие ребята из молодежного центра и Саровского политехнического техникума. Вызывает ли никотин зависимость, как употребление табака влияет на наш организм и что поможет отказаться от вредной привычки? Чтобы стать победителем фотокросса, участникам пришлось очень постараться, чтобы найти ответы на эти нелегкие вопросы. Сегодня день отказа от курения, всемирный день отказа от курения. И вот мы решили таким вот образом поиграть в игру квест и побегать немножко, размяться в парке. Тем более, это здоровый образ жизни – бег. Всем ребятам предстояло пройти 9 испытаний. На каждой площадке участники должны были сделать оригинальные фотографии на тему здорового образа жизни, правильного питания и спорта. Не обращая внимания на холод и непогоду, команда импровизации смогла первыми прийти к финишу, успешно выполнив все задания. Я вообще за такие мероприятия. Пришлось сюда, мне было очень холодно, сейчас я ухожу, мне тепло, у меня хорошее настроение, много эмоций. Команде «Супрайм» повезло чуть меньше от лидеров кросса, они отстали всего на полминуты. Но это ребят не расстроило, а наоборот, помогло им сплотиться еще больше и пройти оставшиеся испытания без единой ошибки. Мы довольно быстро находили, что именно сделать. У нас довольно дружная команда, бегали друг за другом, кто быстрее, кто медленнее. Но все равно команда приходила в итоге вместе. Число курящих людей в мире постоянно растет и в настоящее время приближается к миллиарду. По статистике врачей, в 2020 году эта вредная привычка приведет к преждевременной смерти около 10 миллионов человек. Именно поэтому сегодня так важно задуматься о своем здоровье и уже сейчас отбросить сигарету в сторону и начать заниматься спортом. Далее наша традиционная рубрика «Афиша». Мы расскажем вам о том, где интересно и с пользой провести выходные. Выходные не повод сидеть дома. И чтобы потратить время с пользой, можно совершить воеждь по спектаклям, концертам и выставкам. Отлично отдохнуть можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционы и павильоны. Проводить время всей семьей на лавочке в тихом сквере или шумной компанией, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу, и в воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те для караок красный и черный. Это не просто цвета. Все как по всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно 2 июня. Начало встречи в 8 вечера. Традиционный крестный ход вокруг города в престольный праздник всех святых начнется 3 июня в 10 утра от храма всех святых. Все желающие пройдут по следующему маршруту от Монастырской площади по проспекту Мира до Дальней Пустынки. Оттуда по улице Силкина, академика Харитона и Симашка до храма великомученика Пантелеймона. Далее по улице Арзамаски и Менделеева до храма в честь царственных страстотерпцев. И по улице Садовой и улице Димитрова вернутся в храм всех святых. Ориентировочное время в пути составит 8 часов. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Для самых юных зрителей в прокате мультфильм «Два хвоста». Это история о невероятных приключениях двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. Именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику. Фильм «Хан Соло. Звездные войны. Истории» уже в прокате. Картина рассказывает о похождениях юного космического сорвиголовы Хану Соло и его верного напарника Чубакки. И о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой галактики. Любите киновселенную джедаев и звезды смерти? Тогда срочно отправляйтесь в кино и оцените этот фильм. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также и вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова